Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Самвел Усайгака – звезда их бренда. Теперь это действительно не просто кот. Ходи и свитшоты с его изображением разлетятся по всему миру. Вон сколько людей мечтает приобрести эти вещи. Я уже другими глазами смотрю на этого кота. Вы представляете, какая у него карьера? Привезли его, бог знает откуда, в город-миллионник. Обеспечили отдельные квартиры. Так еще и Самвел ходит ночевать к нему. Этот котик один спать не может. Теперь его фейс еще и украшает одежду. Вот это взлет! Такая кошачья звезда загорается одна на миллион. Господи, Самвел на игре не опять эти хали-гали, худи-муди. У Самвела стоп-крана нет ни в чем. Если он попал к маме, значит будет снимать маму в режиме нон-стоп. Если попал на игры, значит там будет снимать в том же самом режиме. Раз товар привезли, значит нужно его быстренько продавать. Пока откроют интернет-магазин, пока оформят сайт, откроют новые странички, аккаунты. Севка будет в тикток и в ютюб грузить массы вещами. Но где еще он найдет столько лохов, которые будут покупать сайгачков и томасов? А, еще не забываем, поросячьи худи же тоже там присутствуют. Вдруг желающие найдутся. Скучно ему стало смотреть на эту гору тряпья. Пошел на кухню. Полез по кастрюлям. Обхавил то, что они готовят для собак. Мамка его готовит примерно то же самое. Однако он это жрет и нахваливает. Ой, как вкусно! А у сытников, значит, рыгаки. Собак кормят рыгаками. Ну да, лишь бы гадость сказать. Ольга Леонтьевна тоже там сидит. Ну и как-то, знаете, поддакивает ему. Это нормально. В доме живет три собаки. Для них специально готовят еду. Покупают мясо, варят кашку. Нечего совать свой длинный нос куда не следует. Испанский стыд, когда он лазит по кастрюлям. Я вроде понимаю, что он там свой в доску. Что они не чужие друг другу люди. Но все-таки странные у них отношения. Из-за этого я испытываю неловкость. Вернулся Севка к Коле. Тот уже подготовился. Купил вешалку, повесил на нее товар. Я специально зашла в комментарии, зная заранее, что Самвел что-то про эти вещи будет писать. Ну типа, где их можно приобрести. Ссылка, переходите, покупайте. Ну так оно и оказалось. Ой, громотей. Ну хоть бы проверил, куда тыкают его корявые пальцы. Как попало, напечатал. Вещи качечаяные. Что-то такое было. Хорошо сшиты. Не слушайте завистливых аганоедок. Через а. Но вот если сами привыкли питаться отбросами, это не значит, что все остальные это едят. Это он у мамки ест бедрышки с аашками. Она руки не моет после посещения туалета, идет жарить ему эти бедрышки. Так что амноед в первую очередь, он стопроцентный. Также Самвел сообщает, что заказать вещи можно через любую соцсеть. Например, напрямую в инстаграм. Ох, как их будет корежить. Кого будет корежить? Опять же, человек судит исключительно по себе. Если его чужий успех раздражает, мешает спокойно жить и дышать, он думает, все остальные будут испытывать такие же чувства. Лично мне все равно, как у них пойдет дело с этим бизнесом. Я уверена абсолютно, что эти вещи продадут Самвел кому угодно, что угодно может всучить. Неужели он действительно думает, что люди спят и видят, чтобы они потерпели неудачу? Может быть, конечно, такие найдутся, но мне кажется, в большинстве своим людям все равно. Продадут так продадут. Но не продали и не продали, с кем не бывает. Хотя Севка в любом случае, хоть гамузом, хоть оптом, но все равно он найдет возможность сбыть этот товар, если он вдруг зависнет. Будет корежить, когда люди будут делать обзорчики в инсте. Ох! И все это с улыбочками, смайликами. Под этим комментарием было несколько комментов. Все положительные. Типа вещи красивые, качественные, процветание, бизнесу вашему, удачи. Самвел не обращай внимания, все будет хорошо. Жду сториз с отзывами клиентов. С кем он рукается? Сам с собой? Борется с собственными шайтанами? Он исполнен ими и думает, что все вокруг злые и завислены? Ну вот люди пишут. Все будет ништяк. Не нервничайте, не переживайте. Желают им успехов. Посмотрела другие комментарии. Тоже ничего злобного там не нашла. Один комментарий с приколом таким мне запомнился. Говорит, в Таймс написали, будто акции Apple упали на фоне продаж Худи. Ну все по-доброму. Так Севка любит вот эти прикольчики. В общем, глюки у Севки. Чибриз в голове. Ну, Андрюше тоже нашлась работа. Ой, я боюсь. Тикток осиротеет. Лишится главного. Джимми, Джимми, Джимми. А че, а че? Кто будет там танцевать? Когда Андрюша занят. Помогает Коленьке складывать вещички. Убирает шерсть с вещей. Как бы они ни старались от нее избавиться, у них ничего не получится. У них в каждой квартире живет какая-нибудь живность, которая оставляет после себя следы жизнедеятельности. Чтобы не было шерсти, им надо было снять отдельную квартиру, привезти вещи туда и торговать оттуда. А так, как бы они ни старались, но эти шерстинки разлетятся по всему миру. Это должны понимать и они, и те, кто будет покупать у них вещи. Шерсть пойдет бонусом. Когда у них покупали ношенные вещи, были такие в комментариях, которые писали. Фу, вы хоть бы постирали, получили вещи, а они все в шерсти. Невозможно носить, там выбросили еще что-то. В общем, были недовольны. Я думаю, что здесь без этого тоже не обойдется. А с изображением Чарли будете выпускать одежду, спрашивает Севка. Я думала, это была шутка, но нет. Будут еще и с изображением собак. Но интересно посмотреть, что получится. Хоть бы сделали не так страшно, как этих котов. Люди их проголодались и хотят чего-нибудь кинуть на зуб. Просят Самвелла. Иди, приготовь обед. Опа, неждантик прилетел. Он как-то на это не рассчитывал. Что готовить? Мастер-шеф спрашивает у любителей. Да ему, как финалисту, не должно составить никакого труда быстренько приготовить что-то невероятно вкусненькое. У них ведь на мастер-шеф были такие конкурсы, когда давали минимальный набор продуктов, и они должны были из него приготовить шедевры. Кто-то, конечно, готовил, у кого мозги работали. А кто-то отримал черного фартуха. Доли стоит в коридоре, так смотрит на Севку. Лазят тут непонятные личности, яблоки жрут, чавкают прямо в камеру, а потом на вздутие живота жалуются. Севка спрашивает Ольги Леонтьевны. Может такое быть, чтобы на голодный желудок я сожрал три яблока, и у меня вот такой живот огромный стал. Побольше экспериментов, и вздутие живота у него будет не только от яблок, но и от всего остального. Да лучше бы собачку угостил яблочком, ходит в одну глотку, как эгоист последний жрет. Сидит Ольга Леонтьевна за столом, Севка копошится в холодильнике, она уже делает заказ на день рождения. Подари-ка ты мне, мил друг Самвелушка, покрывальца, а то у меня уже не очень. Я привезла с собой старые, с прежней квартиры. Я, конечно, могу ошибаться, но мне помнится, когда Коля покупал ей кровать, он купил и подушки, и постельная новая, и покрывала там были. Сейчас она говорит о том, что оно у нее давнишнее. Ну, не знаю. Лишь бы твоя Перемидона не бачила. Как-то так она назвала бабку. Просмотренные ролики даром не прошли. Андрей не просто так ставил ей видео, в которых ТВ-шка поливала Ольгу Леонтьевну грязью. Вода камень точит. Ольга Леонтьевна послушала, послушала, и суть усекла. Уже стала ТВ-шке клички давать. Помидора ее называет. А потом начала жаловаться и обижаться. Она меня так обсирает. Успокойтесь, Ольга Леонтьевна. Назовите хотя бы одного человека, которого ТВ не обосрала. Она даже родных детей грязью поливает. Чего уж говорить о посторонних. Если бы она от Самвела не зависела, он бы услышал много интересного о себе. Это она для отвода глаз называет его бриллиантовый сыночек, потому что выгоду от него имеет. А не было бы выгоды, она бы не пожалела для него нелестных эпитетов. Хиряма. Ой, недавно зрительница мне написала, типа, я говорю неправду, ТВ в телефонной книге у Севки подписано Таней. Я уже делала обзоры, когда Самвел показывал звонки маме. Это было вот в тот момент, когда они уехали на Западную, и он с ней постоянно созванивался. В одном телефоне она у него подписана Татьяна, а в другом Хиряма. Кто это помнит? У него не подписана она как мама. Ни в одном. На одном просто имя, на другом Хиряма. Мы еще со зрителями говорили на эту тему. Кто помнит, напишите в комментариях. Ольга Леонтьевна слышит только, когда ТВшка ее грязью поливает. Неужели она ни разу не слышала, как это делает Самвел? Ведь он от матери не отстает. Сколько раз он говорил зрителям, что Ольга Леонтьевна еще та штучка, и бедная Света уже от нее столько натерпелась. И то, что Ольга Леонтьевна старая и выглядит намного хуже его мамы, и что она намного толще его мамы. Это все он говорил и специально вблизи снимал лицо Ольги Леонтьевны, прям крупным планом брал. Ее руки он снимал, которые случайно принимал за опу. Да, за опу. Говорит, ой, я думал, это опа, а это, оказывается, рука Ольги Леонтьевны. Она, наверное, на эти ролики не попадала. А может быть, Андрюха фильтрует. Одно дело, чтобы она узнала, как относится к ней ТВшка, и в случае чего высказала все, что она о ней думает. Им ведь наверняка тоже хочет высказаться. Они ведь слышат, что она говорит про всю их семью. И про Андрея, и про Свету, и про Колю. Я раньше думала, они не смотрят видео Севки, а потом убедилась, нет, все-таки смотрят. И в курсе всего, что она про них говорит. И, конечно, их это задевает. Если мы недоумеваем, ну как она может лить на них грязь, а потом в наглую приезжать к ним в дом и садиться за стол. Они думают точно так же, какая она бесстыжая. Только сказать не могут. Ну, молчат ради сына. Много чего услышала Ольга Леонтьевна о себе, и то, что Света будет ей опу подтирать, ну так это стопроцентная зависть. ТВшка вот недавно с такой тоской вспоминала, как Гульна скупала ее, делала массаж, внучки расчесывали ей волосы, жила как барыня. А теперь, конечно, ее бесит, что Ольга Леонтьевна живет в семье, и в случае необходимости ей будет кому подтереть пятую точку. А ей дети что? Они прямо говорят, а мы, мама, нанимем тебе сиделку или отправим в дом престарелых. Я думаю, что насчет дома престарелых они ее просто пугают, но то, что наймут сиделку, это однозначно. Ни Ира, ни Самвел. Ее поп-эс подтирать не будут, пусть даже не мечтает об этом. Услышала Ольга Леонтьевна и про то, как ТВшка ее личную жизнь обсуждала, в частности, молодого мужчину, с которым Ольга Леонтьевна жила. Ну так это тоже зависть. Баба Таня же всегда с такой гордостью рассказывала, что к ней лезли молодые. А тут выясняется, что она не одна такая. И к Ольге Леонтьевне кому? К Ольге Леонтьевне такие же лезли. У ТВшки сожитель был на 11 лет моложе, а у Ольги Леонтьевны, ну если верить их словам, на 30. Вы представляете, какой это удар по самолюбию ТВшки. Она же завидует всем и во всем, а в этом отношении тем более. Молодой мужик на 30 лет, но не у нее, у ненавистной пани Оли. А Самвелу неловко, как паскуде последней. Когда его мама поливает грязью Ольгу Леонтьевну, он ей поддакивает, как шоколенок, хихикает, как гиена, и с удовольствием это снимает. А теперь Ольга Леонтьевна обижается, а он себя чувствует, как мыши, загнанная в угол перед кошкой. Уткнулся носом в холодильник, копошится, что-то там бормочет себе под нос. Ну что готовить, а шаром покати, шаром покати у этих сытников. Холодильник битком забит, а ему шаром покати. Вот коротко о его смелости. Приходите, я с вами разберусь, я с вами по-мужски поговорю, вам мало не покажется. Смелый, когда сидит на диване, за закрытой дверью, а если реально к нему кто-то подойдет, испугается и будет бежать так, что только пятки засверкают. Даже перед Ольгой Леонтьевной трус спасовал. Поставил перед ней миску с картофелем, займитесь делом, почистите картошку. Херями бы так своей командовал, она бы быстро ему указала путь дорогу на хутор бабочек ловить. Пустили козла-цветники, конечно, в огород. Он им сейчас всю кухню обгадит. Уже воду наливает, пролилось мимо, схватил полотенце, вытер полы, потом положил это полотенце обратно на столешницу и все стали вытирать об него руки. Но никто же и подумать не мог, что можно вытереть пол и потом положить грязное полотенце на месте. А чему удивляться, что он так делает? Баба Таня же, он берет все сливки, он с ее поведения слезал. Все он повторяет за нею. Полез в специи, нашел паприку, сунул туда палец, чтобы проверить, острая она или не острая. И все в свойственной ему манере. Засунул, облизал, ай-тяб-ляб, и так сойдет. Потушил он мяско, добавил туда картошечки. Выглядит готовое блюдо аппетитно, он не нафигачил туда, слава богу. Томатной пасты, и на том спасибо. Говорит, огурчиков бы туда соленых добавить. Не добавил, уже супер. Сделал салатик, в общем, могло быть и хуже. Я думаю, что сытники поедят и будут благодарны. А далее, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Полетели первые ласточки, кто-то решил купить сумочки. Прям такой ажиотаж поднялся вокруг этих сумок. Налетай, торопись, покупай сумка, пись. Интересно, с какой надписью выбрали? Брехуха? Или, а ты шо, чесняга? И физиономия, ты вообще такая, хо, с растопыренными пальцами. Почему на сумке с надписью, ну, дуже добрые, растянули они не букву У, а букву Е. Ну, дуже. Ну, не так же Надя говорит, она тянет букву У. Ну, дуже добрые. В общем, ляп за ляпом. Севка показал оставшиеся сумочки, говорит, вот, смотрите, красивая девочка, разлетелись. Сумка с кабуча, там, красивая девочка, тоже берут. Дур-дур. Вот вам и пожалуйста, кому что, каждому свое. На каждый горшок нашлась своя крышка, на каждое страшило свое любила. И вот на эти товары тоже нашелся свой клиент. Вот вам и пожалуйста. Севка говорит, отдайте мне худи с сайгаком. А почему не с Томасом? Все, Томас уже по боку пошел. Севка о нем и не вспоминает, не интересуется им. Сайгак вытеснил его полностью. Как он очарован этим сайгаком, слов не хватает, чтобы описать. Везде и всюду сайгак. Говорит, буду носить, делать рекламу, люди будут видеть на мне эти худи, захотят купить. А то, что было на нем, он нагло снял, швырнул с приказом. А это вы стираете. Ну, явно пустят в продажу. Тогда не надо стирать. Пока не стиранное, как говорит баба Таня, оно новенькое. Найдутся фанатички, готовые купить с севкиным запахом. Надо подкинуть им идею. Они будут носить вещи, а потом продавать желающим. После Коли, после Андрея, после Самвела. Почему бы и нет? В сумке кое-какие вещи уже приготовлены, Самвел говорит, это у меня уже заказали. Ну, значит, и отправлять пойдет Самвел. Так я и думала, что дело этим закончится. Коля может только бегать с умным видом, бизнесмен. А работать с клиентурой он не умеет. То, что клиент всегда прав, Коля не примет никогда. Ведь клиент это тот самый ненавистный подписчик, а подписчиков он же терпеть не может. Севка, по крайней мере, умеет лицемерить и будет это тщательно скрывать. А у Коли гонору и понтов много. Значит, будет заниматься в основном этим севка. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Пытка худями продолжается. Всем пока!